Доброе утро, Анатолий Михайлович Доброе утро Сегодня у нас 26 октября 2020 года Вот вы сегодня вышли на пикет И считаем, что спасите Херсонес А расскажите, пожалуйста, мы знаем, что вы Лучше всех знаете проблемы Херсонеса И лучше всех знаете, что там сегодня происходит В Херсонесе происходит уродование Уродование его исторического облика Херсонес является не просто объектом культурного наследия Это особо ценный объект культурного наследия федерального значения Более того, это объект всемирного наследия ЮНЕСКО, да? В списке ЮНЕСКО находится Поэтому этот памятник должен охраняться на особом уровне И к нему должно быть особенное, трепетное отношение Но что сейчас происходит? Вот те руководители, которые им Руководят, так сказать, они абсолютно не разбираются в деле сохранения культурного наследия Они уродуют его внешний вид Три года назад В портовой части Херсонеса поставили сцены многотонные Прямо на древних руинах Прямо на объектах культурного наследия Ну, например, цитадель третьего века до нашей эры Это объект культурного наследия, имея свой регистрационный номер Римы Эти термы римского периода В цитадели Отдельный объект культурного наследия Отдельный реестр имеет Средневековое здание в цитаделях Все это множество объектов, поверх которых стоят современные конструкции На северных участках городища идет благоустройство по всему городу Но благоустройство они понимают по-своему Это не приведение В аутентичный вид Древних построек А установление Деревянных дорожек Осветительных всяких фонарей Проводов, километры проводов Для этих фонарей Какие там монолитные Тумбы Для Для аннотационных материалов Которые больше напоминают Противотанковые налоги Чем Это как бы больше бизнесовая тема Да Абсолютно ненужные конструкции Абсолютно ненужные Они стоят и портят только внешний вид памяти Ну да Если раньше приезжали до 15-20 где-то Съемочных бригад Которые снимали фильмы Многие То сейчас уже фактически Фильмы древности там не снимешь Невозможно снять потому что кругом Современные конструкции Все уже сделано А как вы считаете вообще Почему это происходит? Я считаю что это происходит потому что Музеем фактически руководит Не научная группа Не научные люди Не люди истории Археологии И так далее А люди У которых коммерческая Составляющая Вот В частности Вот это фонд Моя история Который Вторгся В пространство Херсонеса Поставил своих руководителей И что хочет То и творит А скажите Площадь Херсонеса Сегодня Примерно 2 гектара А сколько вообще На сегодняшний день Освоено То что уже Приведено в порядок Исследовано Ну На сегодня Раскопано Примерно Одна треть Одна треть Две третьи Еще не раскопано То есть мы умрем И даже не узнаем Что там было С таким темпом Как сейчас В этих условиях Как сейчас Ни мы Ни наши дети Ни наши внуки Ни правнуки Не увидят того Что сейчас Находится под землей Вот эти две трети Херсонеса Это 100% И правнуки Не увидят Потому что Раскопки сейчас Полностью затормозились И как бы они Там не пытались Показать Что они там Волонтеров Привлекают Вот я вчера Был на античной дороге Я Ну не увидел Что там что-то Раскапывалось На должном Научном уровне Ну ничего такого не увидел Не знаю Какие там они Раскопки проводили То есть Все идет Будем так говорить Плачевному состоянию И краху Всего Херсонеса Историческая Научная деятельность Заторможена Затормозилась Она никак не развивается Ну единственное Что историки Теперь Смакуют тем Что исследовали В прежние годы Вот Больше у них нет Ну Насколько я знаю Там выделяются Огромные Средства Там Порядка Трехсот Миллионов Рублей Будет выделено И на укрепление Берега И на исследование Да На укрепление Берега Вот Выпрашивала Директор музея У президента Многомиллионные Многомиллиардные Суды 300 Ну насколько я знаю 300 миллионов На изучение Почему берега Обрушаются Хотя Это изучено Еще В 1926 Году Когда Научные Сотрудники Геологической станции Карадахской Геологической станции Провели исследование И выяснили Почему Берега Разрушаются И Многолетний Опыт Укрепления Берегом Имелся Учерсонеса Это подсыпали Береговые линии Укрепляли Крепидами Эти дамбы Построили Вдоль Нельских участков Городища Проводилась Работа Достаточно Да Проводилась Работа Планомерная Неторопливая Но она Приносила Свои плоды Сейчас Даже если Эти миллиарды Они выделят То как Они будут Все это Реализовывать Если Нет специалистов Не только Нет специалистов Если они Все городище Застелили Дорожками Вот этими Деревянными И туда Просто не подъехать Чтобы Что-то делать А То есть Вообще То есть В планах Даже Раскапывать Уже Наверное Не стоит Раскопки Невозможно Провести Если Кургом По городищу Провода Проходят Провода Деревянные Дорожки Как проводить Раскопки Если Ну Кругом Провода И Кругом Не божные Материалы Ну да Херсонес Сегодня Это не только Будем так говорить Памятник культуры Археологии И прочее То есть Открытый Заповедник Под открытым небом Да Это сегодня Еще и Место Паломничества Христианского Мира То есть Это огромный Потенциал Именно связанный С Возрождением Вообще Православия Ну Принятие Крещения Князем Владимиром И прочее То есть Должно быть Какое-то Улучшение И в этом плане Правильно Развитие Должно быть Там Я смотрел Была недавно Передача О том Что Сам храм Нуждается В определенной Реставрации Там Дренажные Системы То есть Уже идет Циррис Проникает Внутрь Помещений И прочее Наверное Эту проблему Тоже знаете Да То есть Проблему Херсонеса Надо решать Комплексно 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 И Все зависит От Руководителей Которые Сегодня Там Находятся Практически А Эта Команда Которая Сейчас Там Находится То есть Она Не заинтересована Не компетентная Рукирова Не компетентная Да То есть Они приехали У Херсонес И получили Его Своё распоряжение Ну И можно сравнить Как обезьяна С гранатой Не знают Как Что с этой Гранатой Делать То есть Применение Кроме Как Увеселительные Программы Там Различные Там Концерты Как Они никогда Не занимались Вот такой Археологией Древнегреческой Культуры То есть Они не знают Что это Такое Ну Если люди Приехали С центральной Россией А там Археология В основном Деревянная То тут Все В основном Вот они Свою деревянную Культуру И принесли На улице Древнего Замостили Все Все Улицы Деревянами На стилы Это Что Новгород А сегодня Вместе с вами Пришла Как бы И группа Поддержки Да То есть Люди Ну люди Возмущены Конечно Люди Возмущены И они Пришли Сегодня И Здесь же И находятся Ну да Вот Люди Собрались Которые Неравнодушные В городе И они смотрят Наблюдают Вообще За тем Что происходит На этом Сегодняшнем Одиночном Пикете Вот Ну Анатолий Михайлович Спасибо вам огромное Что вы один Из немногих людей Которые Отстаивают Интересы Херсонеса Сегодня В этой Сложной Обстановке Ну Ни для кого Не секрет Что Херсонес На протяжении Многих веков Подвергался Фактически Насилию Варваров Иезуитов Которые Хотели Стереть Его Но тем не менее Сейчас Идет Очередное Нашествие Варваров Они Ворвались Во внутреннее Пространство Херсонеса И Заками Не понимая Этого Что они Творят Вот они Уничтожают Его А сама Международная Организация ЮНЕСКО Оно Как-то Имеет Какую-то Связь И Как-то Они Пытаются Повлиять На это Безобрание Я не вижу Чтобы оно Как-то Повлияло Оно Кому Само Устранилось От проблемы Потому что Ну Как бы Заявляю Что Севастополь Крым Как бы Это Украина Украина Какая Реакция Обычные Обычные Отписки Что Все Хорошо Все Нормально Все Согласовано С Министерством Культуры И так далее Все довольны Все радуются Да Вот То есть Примерно Та же самая Картина И С Историческим Бульваром Который Происходит Да Два года Стоит Разрухе И Конца Трайний Не кажется Ли вам Что В основном Как бы Основная Направленность Сегодня Всех Тех Кто Приехали Как мы Их Называем Банаехи Это Просто Зарабатывание Денег И все Ну да И невзирая Ни на что Хорошая Возможность Будем Так Говорить Заработать Хорошие Деньги И не более того Ну Я Думаю Что все равно Какая-то Справедливость Пождествует Сегодня Общественность Города Все таки Уже Как бы Находится В том Состоянии Которое Уже Люди Хотят Что-то Поменять Я думаю Что вот Вот И начнется Более Широкая Поддержка В том числе И Херсонес Спасибо вам Огромное